На большинство видов продукции спрос не является стабильным. Постоянно в экономике происходит огромное количество событий, влияющих на покупателей. Лето сменяется осенью, под влиянием экономического роста или кризиса меняются доходы людей, фирмы рекламируют свой товар, на рынке появляются новые потребители и так далее. Однако здесь важно различать сдвиги спроса и изменения величины спроса. Например, как бы странно это ни звучало, распродажа не увеличивает спрос. Вспомним, что спрос это функция, зависимость между ценой и объемом продаж. Вся кривая целиком. В результате распродажи, как и любого другого изменения цены, мы просто переходим из одной точки этой кривой в другую. На рисунке, представленном на слайде, по высокой цене P1 продавалось малое количество продукции Q1. Фирма объявила распродажу, снизив цену до уровня P2. В результате продажи выросли до уровня Q2, однако обе точки А и Б находятся на одной и той же кривой спроса. Кривая спроса никуда не сдвигается, происходит всего лишь изменение величины спроса под влиянием цены. Альтернативой будет изменение спроса как функции. Сдвиг происходит под влиянием неценовых факторов. В мире что-то происходит и по прежней цене, неважно высокая она или низкая, потребитель хочет купить продукцию в большем или меньшем количестве, чем раньше. Например, на данном рисунке мы увидим увеличение спроса с уровня D за одного сплошной линии до уровня D' изображенного пунктира. Кстати, именно так удобно идентифицировать сдвиг спроса, ответить на вопрос, будет ли происходить увеличение или уменьшение продаж при фиксации цены. Если да, то это действительно сдвиг. Графический сдвиг спроса выглядит как смещение кривой вверх, положительный сдвиг, или вниз, отрицательный сдвиг. Осталось выяснить, какие факторы могут сдвигать спрос. Если не вдаваться в детали, их будет шесть. Изменение предпочтений потребителей, сезонность, изменение доходов, изменение цен на другие товары, ожидания и изменение числа потребителей. Рассмотрим каждый из этих факторов более подробно. Продолжение следует...